Спокойненько себе играл в любимую игрушку, но вдруг что-то пошло не так. Чувак, держись, я спасу тебя. Да, надо бы припаять, иначе работать не будет. Вообще, конечно, я воспользовался бы паяльником, оловом, ткнул бы туда один раз, и всё было бы прекрасно. Но сегодняшнее видео не об этом. Сегодня мы попробуем обойтись без паяльника. Итак, поехали. Для начала попробуем зажигалкой. Для того, чтобы вам было, в принципе, понятнее, что такое пайка, то на самом деле пайка это просто соединение двух контактов при помощи олова. Вот эта вот капелька, это и есть олово. То есть олово это просто металл, который обладает низкой температурой плавления, поэтому всё, что от нас требуется, это растопить эту капельку и по-быстрому всунуть в неё наш проводок. Проводок желательно изначально зачистить, для того, чтобы у нас был чистый металл. Ну и для того, чтобы мы ничего не подпалили, не сожгли диспластик, давайте мы его вытащим и зажмём в спичном коробке. Каким-нибудь вот таким образом, чуть-чуть подальше. Итак, ну что, поехали. Так, держим провод на готове. И зажигалкой слегка подплавляем олова. И пока, когда оно стало глянцевым, быстренько окунаем в него проводок и можно ещё немножко подплавить. Дуем на наш контакт, пока он не станет матового цвета. Как только олова остыла и всё стало матового цвета, мы проверяем. То есть, дёргаем. Как видим, ничего не отрывается. Доставим обратный контакт. Вставляем её на своё место. Для того, чтобы убедиться, что всё работает, вставляем батарейки. Что ж, всё поёт прекрасно. Ну, в случае, если по каким-то причинам такой вариант вас не устроил, или вы просто не можете подобраться с зажигалкой куда надо, можем пойти другим путём. Мы заменим паяльник гвоздём, который мы будем греть над газом. Особенность такой паки заключается в том, что олова не липнет к железу. Поэтому, по сути, раскалённым гвоздём мы опять-таки просто можем разогреть нашу капельку и опять-таки всунуть туда проводок. Ну, и на этот случай, если с гвоздём тоже что-то пошло не так, и вам не удалось припаять, например, если здесь было слишком мало олова, то можно пойти простым путём и просто механически зажать наш проводок в контакте. Для этого мы должны взять наш контакт, согнуть его, в образовавшийся крючочек вставить наш проводок и хорошенько его зажать. Засовываем проводок в складочку и хорошенько зажимаем плоскогубцами. Если всё нормально зажать, то так же, как в предыдущих случаях, проводок будет очень надёжно держаться. Вставляем обратно. Ну и проверяем на работоспособность наш девайс. Всё, играешь. Что ж, как-то так. Ну и на примере второго проводка давайте я вам покажу, как бы это выглядело, если бы мы паяли паяльником. Вам просто нужно приложить, приезжать и убрать. Так что, наверное, в ближайшее время я покажу, как пользоваться паяльником для тех, кто вообще очень далёк от этой тематики. Что ж, собираем, можно пользоваться. Ну, нафиг, пойду ещё в контру поиграю. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...